всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня у нас 29 апреля и как многие из вас знают в турции наступает комендантский час который продлится до 17 мая в общем практически три недели у нас будет комендантский час и будут работать только продуктовый магазин ну конечно же больницы и так далее то что необходимо для жизнеобеспечения как вы видели на моем канале до этого видео наверное недели две не выходило видео и на это очень много причин каких потому что очень много работы и конечно же за три дня мы узнали что будет комендантский час и пытались закончить все те физические дела которые мы должны были закончить но сейчас вечер 29 апреля до комендантского часа осталось час начинается он в 7 вечера и сейчас мы с вами прогуляемся по дамлаташу покажу вам море и конечно же расскажу самые классные новости сейчас сделаю спойлер мы получили ключи от нашей новой квартиры про которую я вам рассказывала которые мы купили именно как инвестицию 26 апреля в понедельник мы получили ключи в общем подробнее расскажу чуть позже сейчас едем на домотаж как вы знаете в пятницу рынок у нас в центре алании но поскольку начинается комендантский комендантский комендантские недели и дни рынок в этот раз у нас здесь был вечером в среду и сегодня в четверг вот рынок уже собирается уезжает кто хочет посмотреть цены на рынке и что сейчас на рынке продается в этом сезоне смотрите в описании к этому видео в общем вот такой вот рынок все закупаются и разъезжается по домам вот так же вещевой рынок в центре алании видите дорабатывают последний час и все закроются до семнадцатого мая в центре движения все спешат домой кстати на карантин на комендантский час многие пытаются уехать из города в какие-то близлежащие районы и даже недавно я прочитала в новостях что автобусные фирмы закрыли бронирование билетов на автобусы в общем сегодня вечером до семи часов все пытались уехать ну а в алании стоит прекрасная погода очень жарко днем уже до двадцати пяти градусов даже где-то до тридцати доходит можно купаться и загорать мы приехали на дом латаш кстати дни стали намного длиннее поэтому мы с вами сегодня еще и закат солнца посмотрим на дом латаши наш дневной вечерний променад проходит всегда по одному и тому же маршруту сначала мы идем по вот этой вот дороге вдоль парка доходим до канатной дороги а потом сворачиваем в сторону моря и уже идем по набережной здесь на дом латаши очень зелено очень здорово очень люблю эту территорию всегда вам показываю эти парки спортивные площадки и конечно же море и пляж кстати если говорить о комендантском часе то на туристов он не распространяется если вы турист и проживаете в отеле вы можете совершенно свободно гулять но если у вас есть гражданство или вы гражданин то конечно же вы можете выходить только в близлежащий магазин если вам необходимо к врачу или еще куда то вы должны иметь подтверждение что вам необходимо в то или иное место и если например остановит полиция то просто показать это подтверждение например в виде sms привет алексей алексей написал айхану и спрашивает куда мы пропали друзья как я вам сказала очень много работы но спасибо большое что вы за нас переживаете очень и очень приятно да алексей вам привет из алании от меня так она большой большой привет 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 мы пришли к пещере дам латаш не забывайте о том что у нас есть группа где айхан делает всегда прямые эфиры и вы можете видеть много много прямых эфиров сегодня очень ветрено поэтому если помехи звуком то прошу прощения и солнце еще не зашло но на пляже еще есть люди в общем вот так вот здесь классно здесь надо маташи вот так вот видите все красиво обустроили кстати сделали ресторан прям на пляже вот такие вот здесь классные бунгало можно лежать как на песке так и взять в аренду лежак и зонтик но мы всегда любим на песке ближе к самому берегу моря я на самом деле планирую тоже уже начать купаться в ближайшем будущем если бы не карантин то я бы уже первого мая по традиции пошла бы купаться посмотрите какая здесь красота обожаю дам латаш на дам латаша мне особенно нравится вот такая вот мелкая мелкая галька просто потрясающий вход в море всегда бирюзовая вода и видно дно как бы далеко ты не заплыл в общем один из моих самых любимых пляжей в quería все а Ну что, друзья, будем пробовать воду, теплой или нет. Кстати, в описании ко всем моим видео есть ссылка на Метеорологический институт Турции, и там есть температура воздуха и температура воды во всех регионах Турции температура моря, поэтому обязательно заходите. Смотрите. Ой, а вода такая классная. Как же хочется купаться. В общем, после карантина сразу идем купаться. Кстати, друзья, по поводу вот этого вот длительного карантина объявили нам его в понедельник, то есть за три дня до начала, и у многих людей, ну, судя по социальным сетям, начался бурный-бурный поиск, куда же себя деть. Кто-то пытался уехать в отель, кто-то улететь за границу. Кстати, очень многие наши друзья улетели за границу, как раз в Россию или в Беларуси. Но многие писали, что же делать, с ума можно сойти. Знаете, в чем суть? В том, что куда бы ты ни поехал, ты никогда от себя не убежишь. И даже такие, казалось бы, просто сумасшедшие карантинные нормы можно использовать себе во благо. И как только я узнала о том, что у нас будет 18 дней карантин, я быстренько сразу составила план того, что нам необходимо сделать, что мы не успевали сделать в другие дни. И это просто потрясающая возможность для того, чтобы завершить именно те дела, которые очень важны, но которые как-то так опадывались и не делались. В общем, используйте свое время всегда с пользой. Ну и, конечно же, с надеждой на то, чтобы искупаться в море, например, как мне, или, например, приехать в Аланию. Я знаю, многие из вас об этом мечтают, о том, чтобы наконец-то приехать в Турцию и здесь отдохнуть, почувствовать вот эту вот всю красоту, увидеть прекрасное море, город и отдохнуть и душой, и телом. Прогуливаемся вдоль Дамлаташа, спортивной площадки, детская площадка. Кто турист, тот может гулять, когда хочет. Кто местный или с ВНЖ, последний час до 17 мая. Поэтому наслаждаемся. Также здесь есть вот такой вот парк и здесь есть качели. Очень любим вот так вот сидеть на качельках и качаться. Айхан говорит на полурусско-турецком. Так же здесь на Дамлаташе растут вот такие вот деревья, видите? Прям острые-острые шипы и на турецке написано что означает дерево, на которое не залезет даже обезьяна. вот такое вот оно интересное. И, кстати, кто знает, как называется, обязательно напишите в комментариях. Очень интересно. В общем, зелено тут просто шикарно. Посмотрите, какая сочная трава. Здесь также есть вот такие вот теннисные корты, где можно либо профессионально, либо брать уроки теннис, либо профессионально играть. Сейчас уже никого. А, нет, есть играющие. Вот такие вот маленькие здесь щеночки. Это настоящая сторожевая собака. Собака, которая охраняет стада. И вот этим ребятам сейчас всего один месяц. Посмотрите, какие красавчики. Ой, даже еле ходят еще. Смотри, смотри, ой, ой. Вырастут очень красивыми и умными собаками. Совсем маленькие, но вот так вот играют. вот такие вот маленькие брат и сестра. Вот это девочка, вот это мальчик. кстати, особенность этих собак, посмотрите в глаза, они не видят в темноте. Вот такая вот особенность у этих собак. Они совсем еще маленькие, но такие красавчики. Смотрите, какие. Вот еще один небольшой вот такой вот очень красивый парк с мостиками здесь на Дом Латаши. Кстати, здесь получается очень-очень красивая фотография. Вчера мы здесь также были и работали фонтаны, но сейчас все отключили, поскольку начинается карантин. Точнее, ну да, комендантские часы карантин. И, кстати, сегодня очень-очень ветрено. наступило практически 7 часов. Нужно ехать домой. И солнце даже еще не зашло. Дни становятся все длиннее и длиннее. В общем, не хочется уходить, но уходить надо. еще раз любуемся морем, загадываем желание, друзья, загадывайте желание, и я вам гарантирую, что оно точно обязательно исполнится. Загадали? Отпускайте в море и забудьте про него. Тогда оно точно сбудется. В общем, у нас начинается карантин. В течение этого времени, конечно же, буду выкладывать видео на YouTube, потому что очень много снимали. И буду делиться с вами всякими интересными видео, пляжем, морем и так далее. То, что было снято до карантина. Поэтому обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Комментируйте, ставьте пальчики вверх, потому что у нас здесь очень интересно. Ну, а в следующем видео вы увидите даже не знаю точно, что. Думаю, что Афсалар, скорее всего. И я надеюсь, что мы тоже в скором времени окажемся в Афсаларе на потрясающем пляже. В общем, до встречи в Аланье, в Турции, ну, и, конечно же, на моем канале. Всем всего хорошего. Пока-пока. Афсалар, говори по-русски. Чуть-чуть. Привет, пожалуйста. Устал. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Переезжайте Аланье. Пишите комментарии. Пока-пока. Всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok